Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- Восприятие болезни и из болезни на спасителя, на спасателя, на все остальное. Давай поговорим. Давай поговорим. А как живет наше общество? Точно так же. Точно так же. Ждет спасителя. Ждет спасителя и болеет. И болеет. Ждет спасителя. И смотри, тогда болезнь норма. Старение норма. Смерть. Спасение норма. Приход спасителя ожидаемый. Зависание. Смотри, какая игра. То есть, мы в норму собрали все говно и ждем, что нас кто-то из этой нормы спасет. Мы сидим в яме, или, как ты говоришь, в говне. Сидим и ждем, когда кто-то нас спасет. И кто этот кто-то? Который должен прийти. А может, он уже 50 раз приходил? И мы его тоже в это говно засунули. И не только 50 раз. Да. Понимаешь, человек пропускает эту информацию. Даже если ты на уровне ума ему это все дашь, он все равно пропустит. Ну как это? Это же не ведические знания. Это же не Махараджа сказал. Это же не Харе Кришна придумал. Это же не кто там Мохаммед, не как там, Ибрагим, или там Авраам, или еще кто-то там. Не знаю, кто там у них был. В каком течении. Но человеку нужен авторитет. Человек не является для себя авторитетом. Стоп, стоп, стоп. Давайте поговорим с точки зрения спасителя про авторитеты. И с восприятия болезни посмотрим на авторитет. Представляешь, как это будет Мохов? да, шок. Шок-контент. Шок-контент. Что человек считает нормой, нормой, да? При этом ждет спасителя. Если ты уже ждешь спасителя, то ты уже понимаешь, где ты сидишь. Нет, не понимает. Не понимает. Даже и не пытается сопоставить, да? Знаешь, что это мне напоминает? Помнишь, мы выходили из самолета и сзади привязались три мужика. И один из них такой подбегает сзади и говорит, что-то у вас в Беларуси цены поднялись и готов обсуждать уже с нами, как в Беларуси поднялись цены. Цены, да. Да? И вот мы с тобой смотрим на этого мужика и видим, такой, перевожу на русский, так пить хочется, что поесть негде и пусть и переночевать, да? Да. Вот это из этой же оперы и при этом как рубанули его классно. Да, мы говорим, а почему вы решили, что да я вот второй раз приехал, только самолет распускал. Самолет распускал. А у него уже цены поднялись. Не знаю, что у него поднялось. Не туда, да, Не туда смотрите, да? Да, и его не туда смотрите. И вы посмотрите, как больше заработать, тогда цены будут вообще для вас ерунда. И у него так щелкнуло, а тут же отвалился этот мир. Отвалился этот мир больной. Больной, да. Понимаешь, искаженный, вывертыш. Вот этот вот вывертыш, больной мир, который говорит, ну, пустите переночевать. Да, да, да. Но при этом не может сказать, пустите переночевать. Да. Давайте мы с вами обступим какое-то говно, и вместе в нем будем квакать. Да, знаешь. Но у нас будет поле для общения. Знаешь, что мне это сейчас напомнило? Яйцеклетка из промотозоиды. Нет, из промотозоиды непригодны. Потому что у них внимания не то. Информацию они не то несут. Искаженную, больную. Больную информацию несут. я к тому, что человек изначально, он же не пришел, сказал, смотрите, какая погода в Беларуси, как классно здесь. Я прилетаю, у меня солнце светит внутри. А он сразу пришел с таким... Ему требуется спаситель. Спаситель, вот, спаситель. Вот, вот болезнь пришла. С претензией, пришел, то есть подошел с претензией. Пришла болезнь, ей требуется спаситель. Тогда смотри, любое место, где требуется спаситель, это раковая опухоль. Это больной мир. Это больное место. Это рассадник болезней. Да. И это на самом деле, если посмотреть с точки зрения материи, тоже так есть. Все целуют один и тот же крест, одну и ту же икону. И все потом дружно болеют. Все прикладываются к одному и тому же. Там же куски трупа. которые должны исцелять. И вот настолько очевидно, скажи, вот просто очевидно. Даже говорить, мы же в современном мире, это настолько просто капсдец. Просто капсдец. Антисанитария. Так что говорить, если вот смотри, я тебе сегодня читала, где я не смогла просто пройти мимо комментария, когда женщина, давай прочитаю, да? Да. Когда женщина, написала под постом какого-то протеерея, или как, да? Где он там говорил про женщин что-то, что они там должны то-то, то-то. Эна, значит, пишет, верные слова, женщина, посвятившая себя рождению и воспитанию детей, всю себя отдает детям, нуждается в поддержке мужа, это самозабвенный, тяжелый труд вознаградиться Господом. Вот смотри, даже при прочтении состояния, всю себя отдала, нуждается и ждет вознаграждения. Требует, я бы сказала, не ждет, она прямо требует, то есть, да, это же такой тяжкий труд, вознагради меня, Господи, да? И это все в тяжести. Слышишь, ты родила для себя, кайфуешь от жизни, ты в раю, и чего ты еще хочешь? Кайфуй. Да. И если нехрен заниматься тем, что тебе не нравится. Если ты жертва, кого ты можешь родить? Кого ты можешь воспитать? Жертва. Только жертва. Вот он, больной мир. Рассадник болезни. И этот рассадник болезни разносит этот вирус. Да, да. Это вирус. И если мы посмотрим... Этот вирус стал уже заметен, его пора убирать. Если мы посмотрим сознание болезни на спасителя, на авторитета, на любого вынесенного персонажа, который тебе важен, который авторитетен для тебя, который создает твою объективную реальность, то, наверное, мы увидим, где корни болезни, где те вторичные выгоды, которые ведут к развитию раковой опухоли на уровне общества. К развитию этой болезни, да? Да, да. На уровне общества. Конечно, увидим. Самое интересное, что когда ты это видишь, ты же сразу хочешь быть здоровым, ты же сразу хочешь не болеть. А если ты хочешь не болеть, значит, сразу увидеть свою вторичную выгоду от этого состояния восприятия из болезней, потому что ты принял это восприятие за норму. Сегодня норма обычного человека восприятия из болезней. потому что для него болезнь и слабости немощи. И слабости немощи. Да. И здесь же прописаны программы старения. Когда ты это сразу видишь и осознаешь, то у тебя есть шанс это изменить. А когда ты не видишь, не осознаешь, у тебя этого шанса нету. Поэтому я четко понимаю, мы в понедельник порвем зал опять, но это уже не первый раз. С нами всегда интересно и весело, но кому-то и страшно. Смотри, я слово произнесла. Думаю только страшно. Ну да. С позиции слабости сказала и немощи, да? Мощи. Смотри, слово-то немощи даже здесь проявляется. Да, да, да. Блин, настолько все очевидно. То есть на самом кривых зеркал, на самом деле болезнь, вирус, даже не болезнь, а вирус, он уже вылез на поверхность. Вот знаешь, как герпес так проявился. Пора убирать. Пора, пришло время. Он уже не где-то там тихонько себя, а он уже все, да, все, уже организм болен. Пора. И самое главное, как вирус реагирует на вирус. Я недавно, на другой вирус, я недавно увидела в ТикТоке ролики, просто вот кроме основного вируса, который считается обществе нормальным, да, и которого все боятся, и типа, ну вот главное, чтобы этот вот нормальный был вот так вот, да. Сейчас новый вирус родился, очень сильно распространяется в виде созидательного сообщества. И я увидела, как эти два вируса схлестнулись, и мне так смешно стало, вообще просто, потому что восприятие из болезни, восприятие из болезни. Да. И плесень разрастается клоками. И так смотри, а благодаря этому они становятся заметными. Да. Это же больные два мира. Два больных мира. И это удивительно. Удивительно, наверное, слышать для нас только. Вот понимаешь, настолько очевидно. Это нам очевидно. Да, нам очевидно. Просто настолько очевидно. И ты знаешь, что если вот начинаешь подсвечивать, многие люди начинают это видеть. А кстати, да, уже за наши подкасты благодарят, там где мы какие-то буквально пару слов сказали, а человек пишет благодарю, глаза открылись. Подсвет. Подсвет. Потому что на самом деле люди не смотрят с разных сторон. Они смотрят узко, да? Вот это норма. Они даже не задумываются. Вот так сказано, так написано в учебниках. Там авторитет какой-то сказал. Все. И ровненько вот этой дорожкой и идут. Гуськом. Друг за дружкой. Жизнь. Нет, рождение. Жизнь. Смерть. Рождение. Жизнь. Смерть. Такое колесо. Блин. Посмотрите шире. Посмотрите с других позиций. Все. Причем все очевидно. Все на ладони. Вот ты. Просто самое главное научиться видеть все по образу и подобию. Это невероятно. Парадоксальное восприятие. Парадоксальное. Самое главное. Люди боятся вообще этого слова парадоксальное восприятие. Шиза. Клинические диагнозы. Ты понимаешь, даже здесь. А ведь именно парадоксальное восприятие дает целостное восприятие. Целостное восприятие. Без парадоксального ты целостно не можешь. Никогда ты будешь. Ты просто не можешь. У тебя ресурса мозга не хватает. Смотри, как нам классно подсветили в обратной связи люди. После последнего курса. Человек просто прямым текстом пишет и не постеснялся это писать. Я реально зависаю и я чувствую, как кипит голова, что у меня не хватает физически ресурса мозга взять. Но я знаю, что сейчас идет тренировка и возьму. И возьмет. И, конечно, возьмет. Возьмет. А вспомни нас самих с тобой четыре там с половиной года назад. Четыре года. На самом же деле. Да сколько раз было такое, что не знала, куда до тошноты. Да, до боли. Когда впервые вышли на структуру геометрии, когда все вращается. Когда блевать хотелось. Просто все вращалось, да. А шли, интересно было. Шли, конечно. Интересно. А как сейчас останавливать научили? Какие возможности дает остановка дисков, остановка геометрии? Да. Это вообще, это невероятно. Это полностью ты можешь перезагрузить любую информацию. Любую. То есть, любую программу. Любую программу. Ну, сюда надо было прийти. А знаешь, можешь, а дальше вопрос, а что будем перезагружать? А это ведь тоже опыт, а это же тоже тренировка. Это тоже тренировка. Потому что ты не знаешь, что получится, что не получится, что работает, как работает и так далее. Ну, еще новое поле. Поэтому в понедельник, конечно, вот этот практикум, он очень мощный. Именно позиция спасателя на болезнь из болезни на спасателя. Поглядим-ка. И соединим с жизнью, да, с обществом, как мы живем. Да, да, да. А потом просто очевидно станет. вопрос, и чего ж я тогда болею? Да, да, да. И что мне надо сделать, чтобы не болеть? И тут же, что мне надо сделать, чтобы не стареть? Вот и все. Настолько все просто. Блин. Ну, просто надо научиться управлять. и как важно научиться управлять своим восприятием. Ведь на самом деле управление восприятием это огромный, огромный новый раздел сказать науке. Не науке. Сказать чего? Мироздание. Тоже невозможно, да? Да. Инфодайминг. Инфодайминг. Ну, наверное, человеку проще воспринимать, если это назвать психологией, да? Пока в одну кучу. Потом сам выделит, когда поймет, о чем речь идет. Потому что поначалу страшно. Страшно не идентифицировать. Это знаешь, это как страшно ребенку остаться без мамы поначалу. Поначалу. Да. А потом уже все. Потом все вещи будут названы своими. Да. Но управление восприятием это очень важный раздел. Но пускай будет науке. Ну, тогда если науке, то это наука инфодайвинг. Психология инфодайвинг. Медицина инфодайвинг. Но надо начать этому учить. Учить, да. с детства. Это важный момент, чтобы человек не просто управлял своим отношением, как сейчас в психологии учат отношения, это детский сад. Восприятие. И ребенка своего учить именно восприятию. Учить, видеть. Видеть. Целостность из целостного. Из целостного. Именно парадоксального. Да? И это очень круто. А детям это легко даваться будет. У них очень много ресурсов. Они приходят с огромными возможностями. Со всеми возможностями, да? Да. И только лишь мы эти возможности закрываем. Нет. Обратный процесс. Хватит. Итак, кому интересен спаситель, спасатель и восприятие болезней, восприятие из болезней и, соответственно, выходы, когда осознаешь глубину и осознаешь ну, тогда вторичные выгоды на ладони. И дальше. И это практика. Мы там еще и практическую часть дать. Помните практическую часть, которую мы дали после прошлой лекции. В конце лекции. Мы ее не анонсировали. Правда, круто? Крутейшая. Это было из стыковки миров. А в этот раз будет еще круче. До встречи, друзья, в понедельник на практиках. До встречи. Редактор субтитров